Только что было подано обращение к правительству Республики Алтай касаемо вопроса готовности республики к возможным внешним угрозам. Мы приграниченный регион, граничность тремя государствами, Монголия, Казахстан, Китай. И мы не можем исключать, что помимо угрозы со стороны Украины, здесь сейчас проходит специальная военная операция, и доставляются оружие дальнего действия. Все вы знаете, что хаммерсы поставляются. И попасть в любую точку России, как заявлял тот же депутат Грунов, вполне возможно таким оружием. Поэтому нет ни одной области, ни одного региона, находящегося в безопасности. И помимо этого, как мы уже сказали в начале, мы приграниченный регион. И исключать угрозы со стороны стран, граничащих с нами, мы также не можем. Потому как тот же самый Китай в свое время достаточно открыто опубликовал карту об исторически потерянных территориях, куда входила и Республика Алтай. Это все мы должны учитывать. Поэтому сегодня было подлинное обращение Олегу Леонидовичу с вопросами и требованиями касаемо объектов гражданской обороны, касаемо безопасности. Сейчас, как вы знаете, многие наши боеспособные ребята направлены в зону СВО. Кто здесь будет охранять границы? У нас этот вопрос. Кто здесь будет нас защищать? Что нам делать в случае бомбежек? Мы уже писали это обращение. И Олег Леонидовичу, и в администрацию города Горно-Алтайска нам пришли отписки. Но эти отписки не помогут, когда реально начнется беда. Такой пример это Белгородская область, когда неделю назад также жители пришли в правительство спрашивать, а как будет обеспечена их безопасность. На что чиновники ответили, очень красиво, что все делается, все хорошо. Но в итоге, вы сами знаете, что прошла диверсионная группа, и были обстрелы в Белгородской области. И люди действительно поняли, в какой они опасности. А бежать куда-то бомбоубежище и тому подобное, судя по видео, которые записывают местные жители, они даже не знают, и у них не было этой возможности. Мы ходили на встречу в МЧС Республики Алтай по вопросам гражданской обороны. И нам ответили, что по вопросам гражданской обороны в Республике Алтай является Олег Леонидович Харакорбин. И мы сегодня пришли и хотели задать вопросы, которые нас беспокоят по гражданской обороне. Но, как всегда, в очередной раз нас никто не принял. Как попасть на прием в течение уже четырех лет, мы не знаем. Как достучаться до главы Республики Алтай. Он, не знаю, игнорирует мнение людей, вопросы, чаяния. Просто в очередной раз приходим к закрытым дверям. Мы понимаем, что вся надежда только на нас самих. Нам нужно организовываться на местах, создавать комитеты народного спасения. Думать, как нам можно будет выживать, спасаться, помогать друг другу в случае серьезного военного конфликта. А он, вы сами понимаете, вполне возможен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова